ну вот такой друзья привезла вас сегодня музей динозавров называется остров динозавров на нашем острове white этот музей а я вам анонсировала показывала в анонсе что я вас сюда приведу и поэтому вот привела вас сюда купила билет заплатила 5 фунтов сейчас пойду внутрь спросила специально можно ли делать внутри съемку ну вот сейчас мы с вами зайдем и посмотрим к сожалению внутри никаких гидов и ничего не объясняется можно только ходить смотреть и читать но хорошо хоть я вы знаете могу там делать какую-никакую съемочку вот так что как вы понимаете очень много красивых мест очень много необычных мест вот которые именно наш айло вайт имеет это просто я считаю остров жемчужина я наверное когда выйду еще вам вокруг покажу эту грандиозную территорию очень красиво этот музей был построен в 2001 году открылся и там как мне сказали более 20 тысяч всяких экземпляров найденных именно здесь на нашем острове white как я повторяю не где-то в других местах а вот именно на острове после того как обвалился вот этот вот грандиозный обрыв юго-восточный юго-западный склон очень много обнажилось пород 240 метров высоту этот обрыв и вот стали появляться оттуда вымываться водой кости динозавров и поэтому этот музей самый крупный в европе друзья музей динозавров и вот мы внутри музея в общем здесь рассказывают а я вам показываю а я вам показываю карту нашего острова айло вайт ну вот пока я иду по коридору такие вот рыбы но эта рыба естественно пластмассовая интереса не представляет вот здесь они описание скелетон и ихти ихтиозавр вот если вам видно вот эти вот это уже настоящие скелет этого ихтиозавра был найден вот здесь вот настоящие окаменелые ракушки которых великое множество больших и маленьких на нашем острове и это также вот пасть этого ихтиозавра это натуральные кости ну вот здесь я иду множество окаменелых ракушек пока еще динозавров я не вижу вот еще ракушки окаменелые видите тут еще на какие-то кости скелет позвоночника вот такая огромная ракушка она тоже а натуральная в дело на стену это вот уже за стеклом вот эти вот окаменевшие остатки скелетов динозавров их отпечатки на камнях описано кто как называется вот видите даже лапа след от лапы отпечатался там еще один здесь вот даже вот такой вот робот динозаврика кстати здесь вот какой-то пульт управления что лили что а вот точно эти написано о нажимаешь на кнопку и он шевелит ногой или рукой но не все вот ведь автором тут не работает хвостом виляет ой боже вот такой огромный скелет практически полностью сохранившийся масса окаменелых остатков это это все натуральное повторяю которые были найдены именно на острове нашему ставил white это вот самый большой зал в центре но вы знаете вот динозавр пластиковый к сожалению стоит а вот эти вот с кусочки окаменелые остатки динозавров представлены только вот под стеклом маленькие вот такой вот даже не пойму вижу что зубы к это голова что и часть лапы это настоящее ну и здесь вот за стеклом тоже собраны остатки которые найдены были попытались их все вместе совместить вот вот это остатки вот этого вот существа такие настоящие каменелые 70 миллионов лет назад здесь вот еще без стекла представлены эти окаменелости там их даже кто-то точек затачивает вот не знаю возможно может быть на продажу а может быть просто так даже я не знаю не 3 38 55 миллионов лет назад вот написано кости а нет это просто экспонаты и вот там вот тоже почему-то это закрыто место но это все настоящие кости от 38 до 70 миллионов лет назад оказывается звуки издает вот эта машина ну и вот я обхожу вокруг это основной центральный зал вообще вы знаете я когда смотрела по то есть википедии картинки там было представлено очень много картинок и очень много прям вот именно костей настоящих огромных костей дизанзавра ну наверное это все сделано кстати с одного музея в другой людей запутывают потому что здесь то общем довольно мало именно конкретно костей вот еще смотрите вот но это конечно грандиозно вот это посмотрите только он сделан не так как обычно чучелком таким стоит объемный а вот он сделан встроен в стену но грандиозный огромный и тоже это настоящие кости ну и тут же вот посмотрите сделан такой на велосипеде крокодил огромный это знаете и используется ответе там окошко а здесь а здесь внизу он на колесиках на велосипеде можно крутить педали и ехать это используют на карнавалах ну и вот еще один огромный натуральный скелет вообще конечно поразительно и сколько труда и сколько работы чтобы вот это все найти составить вместе представляете все это очистить и все это найти как это все было хорошо если он был найден все в одном все эти кости в одном месте и вот конечно смотришь и думаешь что все это так мало что-то мало так экспонатов а если вдуматься сколько труда здесь вложено то конечно это просто грандиозно и поразительно особенно учесть что это 50 миллионов лет назад вот такой скелет и вот так вот он выглядел этот красавчик не авинатор написано не авинатор но вот это кстати грандиозная очень красивая челюсти вот этого существа но вы знаете это всего лишь навсего дерево подделка это не настоящее а настоящее здесь выше вот они окаменелые кости вот впечатляющих размеров голова но это тоже пластиковая подделочка вот еще один красавчик окаменелых остатков было найдено очень много как мне сказали более 20 тысяч экзем этих кусочков всяких разных окаменелостей но 20 тысяч это очень много поэтому и считается что этот музей самый большой музей динозавров европе вот еще настоящий окаменелый скелет не полностью а только его хвост и задняя часть вот видите как это выглядит и вот на картинке этот зверь который здесь представлен вот он называется валдозаврус ну вот конечно нам больше наверное у меня было о нем впечатление что здесь что-то более грандиозное и интересное ну вот вам судить друзья как выглядит этот музей динозавров я здесь раньше не была никогда ну поэтому однажды надо сходить конечно посмотреть думаю что вам тоже интересно было вместе со мной увидеть эти настоящие окаменелые кости это тоже настоящая правая лапа в каком-то куске даже не ну она просто вросла кости окаменели и вросли в камень поэтому их даже и не вытащили а вместе с камнем представлены 70 тысяч лет назад написано вот тоже каменелые остатки это крокодил доисторический это тоже натуральная друзья вот так вот так вот он выглядел и вот так он выглядел там а теперь остатки были найдены и составлены вместе тоже труд огромный вот здесь какие-то зубы на картинке показаны огромные тоже динозавров ну и вы знаете вот в витринах еще в витринках маленьких больших очень много представлено вот этих вот кусочков окаменелых скелетов люди были счастливы когда они их находили а мы теперь с удовольствием смотрим напоследок вам включу опять этот крик динозавра ну здесь также масса фотографий вдоль всех стен объяснения фотография окаменелостей это вот так вот выглядит уже коридорчик на выход вот еще интересная штука это такой микроскоп автоматический вы можете пододвинуть любую штучку и на экране видно но я что-то не вижу то ли не работает вот тоже настоящая окаменелость какого-то растения более 50 тысяч лет назад сохранился представляете ну и вот в конце тут еще нашли вот такие вот кости огромного буйвола а также рога оленя а здесь опять какой-то бивень мамонта посмотрите это конечно вообще не поддается описанию что здесь даже и бивень мамонта нашли вот еще какой-то это настоящие кости друзья окаменелые посмотрите какая огромная вот та берцовая кость и какая какое огромное ребро сейчас постараюсь найти информацию ну да вот написано описание видите что это клык-клык мамонта был найден на острове и вот еще пожалуй что интересно я показываю все-таки вам больше натуральное конечно как вы понимаете это вот коготь коготь динозавра вот такой вот огромный ну вот такой друзья музей динозавров а здесь еще на втором этаже вот такие картины кто-то рисовал кто-то рисовал это акварель рисовали динозавров очень много картин представлено ну и здесь на втором этаже книга книга отзывов это опять пластмассовый динозаврик и вот там позади него рисунки детей тоже очень здорово и вот еще наверху что я хочу вам показать весьма интересно необычно это вот детская комната вот такие вот листы вот этих динозавров видите как у нас раньше были раскраски вот вы можете взять такую раскраску для своего ребенка любую вот сесть сюда за столы и рисовать если совсем маленькие дети то вот пожалуйста играть угловой здесь желающие порисовать акварельными красками вот тоже видите вот для меня например это просто восторг вызывает вы знаете что вот они вот так вот это все для детей даже в церквях наверное видели да есть везде уголки для детей и здесь вот сделана специально комната она не только игровая но тут ведь можно посмотреть тут представлены все эти животные звери это вот второй этаж вид на озеро на улицу если вам видно да этот грандиозный музей ну вот я побывала в музее не могу сказать что я слишком потрясена всем увиденным но надо так или иначе я рада что я увидела все это вот посмотрите там даже карты детям все показывают Англия где что когда было найдено супер просто друзья вот такой музей остров динозавров на нашем острове это я уже показываю вам то что продается в магазине очень красивые камни видите внутри такие полые вот такие срезы очень красивые камни видите с динозавриками 5-6 фунтов стоят они это сувениры я вам показываю ну и вот я вышла опять наружу на улицу к солнцу к свету вот такой грандиозный музей динозавров здесь вы знаете вот стоял огромный тоже динозавр пластиковый вот там на возвышении при входе но почему то его убрали не знаю понравилось ли вам друзья надеюсь что да на этом мое видео для вас на сегодня закончено мы сходили к вам еще с вами еще в один прекрасный музей на нашем острове увидимся до встречи всего вам доброго пока пока до встречи пока пока Продолжение следует...